Друзья, привет! Доброе утро! Сегодня мы в Вильнюсе. Ещё одна ночь здесь, а дальше посмотрим по обстоятельствам. Утро пасмурное, ночью был дождь, воздух свежий. Я решила прогуляться, пока Наташа занята. Иду и одела кроссовки, не очень-то красивые, но безумно удобные, которые я все первые дни думала, ой, зачем я их взяла, такая жара, зачем мне эти кроссовки. И сейчас я с таким наслаждением одела их на свои натруженные ноги со стёртыми пальцами от ходьбы. Прелесть! Берите в поездки хотя бы три пары обуви, разные. В каждой из них, когда вы будете менять ноги, будут отдыхать. Володя попросил меня купить кое-какие покупки сделать для него лично. Одну из них я уже выполнила, а вторая покупка – это семена каких-нибудь помидоров не импортного происхождения. Как нам уже известно, всё, что выращивается в зыря, помидоры, они только растут в теплицах в зыря. Но сорта все иностранные, и они не лучших вкусовых качеств. Помните, какие раньше были? Краснодарский сорт, там какие-то вот российские сорта, хорошие несистые помидоры. Вот мне нужно найти магазин семян или на базаре сейчас. Вот это базар, видите? Здание старинное, красивое. Сейчас я зайду и там попытаюсь что-то выяснить. Или вот у той женщины в овощном ларючке. Ой, или даже вот у этой женщины. Одна штука, да. Вот, братцы, смотрите, чёрный жир. Одна штука евро, поняли? Да. Когда кушаете. Здрасте, доброе утро. Доброе утро. Любуемся вашим товаром. Пожалуйста. Одна штука евро, ясно? Всё. Везде та самая. Да, понял. А вот лисички. Килограмм восемь. Вы знаете, я, честно говоря, ищу семена. Сейчас пойдут туда дальше. Мне нужна семена помидоров. Как-то зелёная статья называется. Часть базара. Да, да, есть. А, хорошо, сейчас пойдём. Вот такие у нас. В общем, поняли. Один инжир чёрный, один евро. Вот так. Клубника, голубика, черника. Вот такой чёрный инжир. Я у нас брала, сейчас скажу. Ой, по 2,50, кажется, в нашем магазине килограмм. Так, пошла в фире, называется же лястя тяля. Вот семена я нашла. Вот, захожу. И вот я вышла с тыльной стороны базара. Пока ничего не разобралась, куда же я вышла. Купила маме кое-что. И Володе целый кулёк семян. Помидор. Кстати, Володя, как наивно сказал, купи российские сорта. Откуда здесь российские сорта? Просто смешно. Вот здесь все сорта с Евросоюза. Ну вот, накупила ему помидоров разных. Пусть у нас на даче растут помидоры Евросоюза. И купила ему целую кучу клубней, луковиц, тюльпанов. Пусть Володя разводит. И крокусов. Посмотрим, как он сможет все это. А я уже поняла, где я. Сейчас пойду все отнесу. Вот голуби принимают утреннюю ванну. И хорошо. На улице тепло, совершенно не холодно. Пойду отнесу все в номер. Так, я все оттащила в номер. Переоделась в более легкую одежду. Постепенно приходишь к тому, что одевайся легко, очень просто и очень удобно. Любой комплект, пусть даже самый катастрофический, будет выглядеть абсолютно гармонично. Лишь бы тебе было удобно. Я уже привыкла к прохладному воздуху. Меня абсолютно не пугает, когда вдруг внезапно набегают облака, тучи, резко холодает. Я уже к этому отношусь спокойно. В первые дни я просто вся была утеплена. На все случаи жизни. Сейчас я иду легко-легко одета. Иду по простым улицам. Даже не знаю, выходить мне. Да, пожалуй, выйду. Опять старый город, все-таки там красиво. У меня два с половиной часа до встречи с Наташей. Проведу их в прогулки по городу и перекушу немножко. Итак, конечно же, вам было бы интересно узнать, какие у меня впечатления от Вильнюса, от Риги. Какой город мне понравился больше. Трудно ответить на этот вопрос. Практически невозможно. В каждом городе есть свое очарование. В каждом городе есть свое лицо. Но только в том случае, когда у вас имеется старый город, здание, дух старины, которых именно создают лицо города. А в Риге и Вильнюсе предостаточно старины. Еще раз скажу. И не устану это повторять. Это лично мое мнение. Хочу его высказать. А пойду по этой улице, здесь мало народа. Или нет, пойду по той. Чем больше мы уничтожаем старое, строим высотки, модерновые здания, модерн, тем больше утрачивается лицо города. Высотки везде одинаковые. Ну, такие или такие, или сякие. Но они высотки. Все, это современные здания. Это не лицо города. Поэтому. И тем более, как я уже говорила, облик, особенно Вильнюса, он напоминает мне о моих молодых детских годах, проведенных у бабушки Москве, у тети на Украине. Поэтому мне особенно приятно прогуливаться и дышать этим воздухом. И видеть эти деревья и травы. Ну, в общем, я вот, у меня такой, как бы, пунктик, скажем так. Ну вот, продолжаем. Какой же город мне понравился больше? Мне понравился и Вильнюс, мне понравилось, и Рига. Вильнюс, конечно, более... Ну, понимаете, я не хочу сейчас вешать какие-то вот ярлыки, называть, озвучивать, озвучивать, озвучивать и давать какие-то оценки города. Я не хочу. Наверное, вы заметили, что мне нравится, я гуляю, я с восторгом, я снимаю. Когда неинтересно, ты и не снимаешь. Когда тебе интересно и приятно, ты снимаешь, тебе интересно все. Я набрела и на маленький блошинный рынок. Совершенно неожиданно. Старые монеты, старые зелени. Даже вазочка вот такая, ведрохруст. Вон он стоит, в котором у нас дома песок. Вот такие разные интересные вещички. Такие вещички, которые раньше у нас были вот на этом Арбатике, не доходя до площади фонтанов. Сюда мы не подходили с Наташей. Вот куда я зашла. Наверное, сейчас нырну в эту узкую улицу и буду идти по ней. Будет кафешка, сяду. Видите? Стрела меня не достанет, и конь... Нет, стрела меня не настигнет, и конь не догонит. Прошла безумно красивая девушка. Так, надо выворачивать старый город. И уже пора перекусить. Такие дома старой части Вильнюса, но не туристического маршрута. Сейчас я иду там, где не ходят толпы туристов. Просто гуляю, видите? Я уже напоминаю себе эпизод из бриллиантовой руки. Тучки я качаюсь. Лучше не придумаешь. Я сижу, могу наблюдать за движением на улице, наслаждаться кофе. Чашечки вот такого цвета. У кого-то... Вы пили чашечку кофе в небольшом замечательном кафе. Вы можете воспользоваться и хорошим тормингом. Это очень важно для путешествия. Какое-то торжество. КОНЕЦ Я зайду. Что-то здесь было. Наверное, свадьба. КОНЕЦ 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 Пожалуй, пойду потихонечку домой, в номер. До встречи с Наташей остался час. может быть я успею этот фильм загрузить надо сориентироваться вот захожу далековато же я забралась вон остробрамская божья матери ворот не выхожу уже близко до отеля дальше вон остробрамская золотые ворота видеть себе а вот это ресторан тоже национальный